В ночь с 24 на 25 мая я проводил мониторинг соцсетей. Ко мне обратилась одна из гражданок Рязани, беспокойных, которая случайно нашла страницу девочки-подростка, на которой были размещены материалы суицидального характера. Мною была проверена данная информация и в кратчайшие сроки проинформировано руководство центра и принято решение передать эту информацию в правоохранительные органы. Обижают в школе, не понимают родители. Все плохо, некому поддержать. Каждый из нас переживал порог юношеского максимализма. Многие молодые люди на этом и перестают задумываться о будущем. Точнее, не видят его радостным и достойным для себя. Как правило, не без посторонней помощи. В Рязанской области в этом году произошло 5 самоубийств среди подростков. Чтобы дойти до точки, ребенка очень тщательно к этому ведут. И сначала ему говорят, ты никому не нужен. У тебя не получается в школе. Тебя там предки гнетут. Вот таким образом. Есть очень хороший выход. Ты взметнешь над небом, и все твои проблемы будут решены. То есть вот так подталкивают, подталкивают. Уход в мир иной для подростков – только лишь способ постижения крайностей. Лет в 11 или в 12 ребенок начинает постигать себя не только сквозь призму родительских рассказов, но и под влиянием многочисленных социальных факторов. Мнение старших товарищей, первая любовь, первая ссора с другом, бездонный мир сети. Когда ребенок впервые входит в интернет, на него обрушается бесконечный поток запретного контента. К огромному сожалению, в сети бесконечно много сообществ и личностей, всегда готовых помочь подростку совершить непоправимое. В интернете действуют сотни клубов самоубийств. Агрессивная лексика, вульгарное поведение, яркие аллегории в самовыражении и желание выделиться из серой массы. Теряясь в оценках, ребенок испытывает дикий стресс. Его старый мир безнадежно рухнул, а новый еще не создан. В этот момент ребенок выберет правила жизни того, кто первым сумеет его повести за собой. Хорошо, если это будут родители. Ну а если это будет приспешник многочисленных групп самоубийств? Темные тона, непосредственно репосты групп смерти, посты в группах смерти, прогулки по крышам, разрезанные вены, кровь. То есть это уже момент того, что надо обратить внимание на ребенка, обратить внимание и в социальной сети, и в повседневной жизни. То есть взять несколько факторов и собрать психоэмоциональное состояние. Я понимаю, что не все родители на это способны. Если чувствуют, что не могут определить проблему, надо обращаться к компетентным специалистам, психологам, психиатрам. Что делать родителям, чтобы успеть спасти своего ребенка, если он стал хмур, рассеянно замкнут? Вы должны выяснить, пусть даже скрытно, в каких социальных сетях и в каких группах он состоит. Выведать, что с ним происходит и чем он опечален. Выводите на разговор любыми путями, всеми правдами и неправдами. Если ребенок к разговору не проявил интерес, то ситуация серьезная, без помощи психолога не обойтись. Не следует ребенка насильно отваживать от групп, тем самым вы его настроите против себя. Надо предложить ему альтернативу, жизнерадостные, позитивные, одним словом, светлые места пребывания в сети. И помните, если подросток откровенно потерял интерес к радостям жизни, то дорога каждая минута, чтобы успеть предотвратить беду. Посмотрите, чем дышит ваш ребенок. Беда может исходить даже оттуда, откуда ее не ждешь.